Приветики! Самая важная новость, которая произошла с предыдущего новостного выпуска, заключается в том, что меня тут давит, я сижу ковыряюсь в инстаграме, никого не трогаю. Замечаю, что меня в моей ленте начинают отмечать под постом у Яна Лопоткова, он же Ян Топлис. У него вышел пост, где он такой, типа, там, пристегивайтесь, он рекламный от Яндекс.Гоу, он же Яндекс.Такси, и там, типа, что не забывайте, надо пристегиваться, траля-ля. Я, как самый главный повернутый ебанько на безопасности, сразу такой, типа, мое почтение, все, молодцы, туда-сюда, залезаю в комментарии и вижу, что там что-то все про Стаса. Я такой, я ж нихуя не делал, ну, в смысле, типа, что про Стаса, Стас-то о чем, что сделал вообще. Потом, через какой-то момент, до меня допирает, или мне кто-то в личку начинает объяснять все, что там происходило, что Стас, ай, как просто, он же, я не знаю, как он по-другому, а, Васильев, да, точно, Стас Васильев, он, да, попал в ДТП, когда ехал в Яндекс.Такси. Ну, и у него там в сторисах лежит долгий бомбеж по поводу того, что вот он ехал на автомобиле. Водитель повел себя, по его словам, некорректно, что он там затормозил перед красным сигналом светофора. Внезапно, бля, прикиньте, перед красным сигналом светофора стоит бы тормозить иногда. Им в жопу приезжает какой-то автомобиль, и по итогу у Стаса пробитое лицо телефоном. Он ударился об сиденье водителя, и вот очень сильно орет по этому поводу, что типа Яндекс, вы охуевшие пидорасы, ну и бла-бла-бла. Ёбаный Яндекс.Такси, блядь, тут нахуй не ездите в экономию, это пиздец. Блядь, у меня, походу, еще сотрясение, я очень сильно уебался. Во-первых, мне въебало прилетел мой телефон, вот этот вот от него, а во-вторых, я башкой влетел, блядь, в кресло. Я на это дело смотрю и такой, подождите, если ты ударился об сиденье водителя, то, используя немножко логики, можем догадаться, что никто там пристегнут в салоне не был. И Стас очень яростно и, как ему кажется, справедливо поливает хуями Яндекс, что типа, во, ебать, охуеть, блядь, въебался, блин, вот это все. А, блядь, че уебался? Водители у Яндекса абсолютно кончены, Яндекс, в общем, мразотный сервис и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Потом, через какое-то время, Ян тегает меня в Инстаграме, что вот, типа, посмотрите ролик с ремнями про безопасность, ну и так далее. Короче, у меня тут же прилетает моя орала подписчиков мне внутрь и такие, что вот там Стас хуесос, там Ян хуесос, все друг друга хуесосят, типа, общий скандал, траля-ля и все такое. Что у них там какая-то постоянная долгая вражда между собой, что одни других поливают говном, ну и стандартные блогерские штуки. Ни хера нового но. Я тут хочу просто со стороны наблюдателя и немножечко вот так со своей позиции, как главного ебанька по безопасности, немножечко напомнить очень простую вещь, а может быть кому-то, очень умному и важному, объяснить одну простую вещь, от которой, возможно, кто-то прозреет. Есть такая вещь, я не знаю, как в вашем мире, но в моем мире она точно есть и довольно сильно присутствует, которая называется «Законы физики». И все было бы ничего, и все было бы хорошо, но Яндекс, к сожалению, на «Законы физики» никакого влияния оказать не может. «Законом физики» абсолютно поебать. Какого размера ты, насколько ты сильный, уважаемый человек, какое количество подписчиков у тебя в Инстаграме, какое количество подписчиков у тебя в Ютубе, какое бы у тебя мнение по поводу этого не было, «Законом физики» поебать. Они в этом плане довольно справедливые ребята. «Законы физики» действуют одинаково на Владимира Владимировича Путина и на Ивана Ивановича из села Нижнего Пыхма. И когда ты едешь в автомобиле, не пристегнутый, а судя по всему, Стас считает, что на заднем сидении автомобиля законы физики не действуют. Они вот спереди действуют, потому что спереди видят сотрудники ГИБДД всю ситуацию. И вот спереди, как у нас стандартно в России принято, законы физики действуют, поэтому там обязательно нужно пристегнуться, потому что законы физики могут наказать на 500 рублей. А сзади похуй. Ты похуй. Поебай. Сзади в автомобиле существует физическая аномалия, которая полностью, всегда в полной сохранности содержит там людей, и даже если какая-то машина наматывается на столб, или в нее въезжает самосвал, или в нее въезжает что угодно, там зона безопасности. Всегда. Пассажир как сидел на заднем сидении, так и сидит. Просто половину автомобиля сносит, а он только кофеечек пролил. Видимо, так думает типичный пассажир Яндекс.Такси. И, собственно, если поставить себя на позицию Яндекса, которого внезапно на довольно большую аудиторию начинает хуесосить человек, который не пристегнулся в автомобиле, получил травмы, и при ДТП, что ДТП это нормальная вещь на дорогах общего пользования, так, если что, они случаются, так бывает. И все, что вам нужно делать в автомобиле, когда вы куда-то передвигаетесь, это в первую очередь, блядь, нахуй пристегнуться. Это самое лучшее, что вы можете сделать с собой, когда вы садитесь в транспортное средство. Неважно, сами вы за рулем, пассажиром, вы в такси, вы едете в автобус, похуя. И если встать на позицию Яндекса, когда тебя начинают на ровном месте, на довольно большую аудиторию, хуесосить, крыть всеми матерными словами и объявлять во всех бедах вообще в этом мире, логично, что ты каким-то образом на это ответишь. И, собственно, насколько я понимаю, так как у Яна есть там какие-то контракты, может, с Яндексом, либо еще что-то такое, типа они тут же выпустили пост, что вполне себе логично, справедливо и так далее. Во внутренние конфликты лезть я не собираюсь. Создавал ли водитель аварийную ситуацию? Произошло ли ДТП по чьей-либо вине? А судя по всему, из того, что можно понять среди общего мата Стаса, что водитель довольно резко, но все-таки останавливался на красный сигнал светофора, а все водители должны останавливаться на красный сигнал светофора, ему влетели в жопу, соответственно, сзади кто-то не соблюдал дистанцию, не был готов к резкому торможению. Водитель тут, скорее всего, не при делах, возможно, обоюдка, но точно полностью виновным в ДТП он не может быть признан даже по закону. И когда я смотрел сторисы, я очень сильно ржал, потому что, хорошо, допустим, какой-то другой пассажир, какой-то другой человек точно так же едет в такси, спокойно себе, тоже не пристегнутый, потому что нахуя надо-то. И вдруг навстречку вылетает автомобиль. Со встречки, в смысле. В абсолютно нормального, ровно двигающегося таксиста, который едет, соблюдая скоростной режим, по правому ряду, никого не трогая, и вдруг вот со встречки что-то вылетает, вы, естественно, спиливаетесь, человек сзади летит, ломает сиденья, если он сидит за водителем, он еще ломает и водителя, и потом, что он будет делать? Будет же хуесосить Яндекс. Вот именно по такой логике Стас его и хуесосит. Очень интересные интеллектуальные умозаключения, могу я вам сказать. И мне очень нравится, когда люди орут на всех подряд, что все вокруг дебилы, мудаки и прочее, при этом, естественно, подразумевая, что я-то молодец, я-то хороший, я ж ничего такого-то, я ж просто ехал, втыкал в телефон, все. Я пассажир такси, я сел в такси, значит все, мне больше ничего не нужно делать. Хотя в том же самом Яндексе каждый раз вам навигатор говорит, пожалуйста, пристегнитесь, это важно для безопасности. И то, что Стас влетел, по его словам, опять же, в водителя и мог совершенно спокойно убить нахуй водителя. Потому что опять же, вот вам, если что, как это происходит на краш-тесте. Посмотрите краш-тест с пристегнутыми манекенами, с непристегнутыми манекенами. Об этом мы, конечно, помолчим. Об этом мы, конечно же, Стас не долбоеб. Но дело тут не в Стасе. А дело тут в людях, которые так постоянно делают. И я все свои мысли по этому поводу высказывал вот в ролике. Если вы вдруг хотите сейчас какую-то навести дискуссию в комментах и так далее, или мне начать чему-то личку срать, сначала ознакомьтесь с материалом. 75 минут ты будешь пристегиваться, а после этого уже по фактам можно будет о чем-то разговаривать. Потому что я, честно, не понимаю, какая должна быть альтернативная вселенная в голове у человека, чтобы садиться в транспортное средство и не пристегиваться ремнем безопасности. Честно, я не могу понять. Видимо, я тупой. Ну, судя по всему. И несмотря на то, что все... Прикиньте, вот вы Яндекс. Вы агрегатор такси. Вы делаете все, что возможно, блядь, для того, чтобы люди просто базово выполняли. А это же элементарная, сука, требование закона. Это же, блядь, закон. Ну так, на всякий... Он административный, да, нарушение за него хуй да нихуя. Да, это факт. Но это, блядь, правила дорожного движения. И когда какой-то человек орет на другого человека, что он якобы там что-то делал не по правилам и создал аварийную ситуацию этим, сам при этом не соблюдая, сука, те же самые правила дорожного движения, мне очень смешно. Интеллект уровень бог. А, и отдельное спасибо Стасу, ай как просто, за то, что я теперь не могу слушать одну из своих любимых песен Ричи Коцена. И успех, нахуй деньги, нахуй всех. За что мне в какой-то момент попалась эта песня? И как бы я сильно не обожал Ричи Коцена, это великий гитарист, блин, типа, очень крутой музыкант, но теперь, блядь, одну из моих любимых песен я не могу слушать, сука. Потому что ебаная конъюнктура, да. Я тоже немного удивился, когда мне в директ сразу полетело говно с вентиляторов, что, типа, там тот не прав, там сет не прав, они там между собой срутся, это кому-то там ответки, кому-то там чё. Вот это, ну, типа, мне вот конфликты, там, кто как выясняет отношения, вообще поебать абсолютно. Ну, типа, в меня даже не пытайтесь в это дело вписывать. Я ни на что отвечать не буду, и никоим образом реагировать не буду. Просто обозначу свою позицию, что для меня любой человек, который не пристегивается ремнями безопасности в автомобиле, базово тут же долбоёб. Всё. Потому что законы физики никто не отменял. А как они там потом между собой срутся, уже абсолютно пофигу. Типа, развлекайтесь, как хотите. Возвращаемся к нашим нормальным новостям. Вы этот выпуск смотрите воскресенье, а значит, что на основном канале у нас недавно вышел топ. Если вы вдруг ещё с ним не ознакомились, то категорически рекомендую ознакомиться. И я тем временем потихонечку сел за новый сценарий. И сразу же для тех людей, кто был на стриме, который у нас был посвящён выходу ролика про нефть, мы там говорили такую штуку, что следующую нашу документалку мы будем показывать в кинотеатре. Ну, в смысле, мы устроим предпоказ для тех людей, кто хотел бы вместе с нами на большом экране посмотреть нашу следующую работу. Мы не будем это дело растягивать на неделю, что мы там будем кучей предпоказов. Нет, мы организуем один-два сеанса. Скорее всего, это будет в космосе, ну, либо в каком-нибудь подобном кинотеатре, там, например, на 500 мест. И я на стриме говорил, что мы это сделаем примерно в октябре, когда выпустим следующую документалку. Так вот, мы нормально раскинули пайплайн. Мы ещё раз посидели, покумекали, подумали. И с учётом того, что мы хотим выпустить две документалки в этом году, предпокажем в кинотеатре мы только одну из них, которая выйдет позже, которая выйдет перед Новым годом. Поэтому все, кто уже сидит и ждёт, когда мы начнём организовывать предпоказ, чтобы первыми ворваться, там, в билеты и так далее, так как мест будет довольно ограничено, я думаю, что за один-два дня все билеты кончатся. Я на это примерно рассчитываю. То имейте в виду, что это будет происходить, скорее всего, в декабре. Потому что мы, опять же, узнали, каким образом нужно подготовить материал, чтобы показать его в кинотеатре. А это, оказывается, блядь, не просто ты видосик на ютубе смонтировал, типа, и вот такой же, какой у нас есть, выложил его в кинотеатре. Нет, так не работает. Нам, как минимум, нужно будет делать нормальный звук 5.1 под долгий сурраунд, под всю эту штуку, а это отдельный нахуй геморрой. И на двух документалках мы такие штуки точно не вывезем, соблюдя все наши внутренние дедлайны. Поэтому мы покажем документалку, которую вот пишу в данный момент я. Тему спойлерить не буду. Спойлерну её примерно в ноябре, когда у нас уже будет всё лежать на монтажке, чтобы мы точно понимали, что всё точно выйдет, что всё точно будет показано и так далее. Короче, ждите. В этом году ещё две документалки мы точно вам покажем. Ну и на этом с нашими новостями всё. Погнали разгонять автомобильные. Хавал представил новый кроссовер Monster. Не шутка, реальное название. Они пока к нам в России его не привезли, но они сделали новый кроссовер у себя в Китае с названием Monster, который построен на базе Джулиана, который вот к нам недавно привезли. И вот теперь в Китае где-то охавает монстр. Яндекс.Навигатор появился в Apple CarPlay и в Android Auto. Сука! Наконец-то! Молитвы всех автомобилистов России были услышаны. Наконец-то теперь во всех современных мультимедиа, у кого есть поддержка CarPlay, можно нормально туда поставить навигатор и поехать. Радость-то какая, охуеть! А у меня нет CarPlay в машине, это, блядь, другая, конечно, история совершенно. Но, блядь, рад за вас за всех. Потому что до этого у Яндекса было совершенно ужасное, через жопу работающее. Яндекс.Авто, оно пока ещё где-то там осталось. И мне очень интересно посмотреть на лица людей, которые покупали современные автомобили, где предустановлена была система Яндекс.Авто, в которой нет CarPlay, которая лагает, которая нихуя не работает. А для того, чтобы ей нормально пользоваться, тебе нужно, чтобы у тебя телефон был подключен по шнуру к мультимедии. На телефоне должно быть запущено приложение Яндекс.Авто, и ты телефоном пользоваться не можешь в этот момент. И мне очень интересно посмотреть на лица этих людей, которые такие, а, бля, это что было сейчас? Это нам что, нужно менять обратно мультимедиа? Или что нам нужно? Или весь каршеринг, например? Или вот, ааа, жуть какая. Но, слава богу, у тех людей, кто купил современные автомобили на современных мультимедиа, в которых есть CarPlay, возрадуйтесь, теперь вам будет удобно. Скорее всего, оно там ещё будет какое-то время глючить. Я ещё не тыкал, не ставил, не смотрел. Вот доеду до Жени Ваг-центра, на его гольфе потестируем. И по-любому там будут, будет вначале какие-нибудь косяки, если мы их там какие-то обнаружим, я вам себя вынести и расскажу. Но, в любом случае, наконец-то случилось. Прогрессы технологии пришли в нашу жизнь. Что очень радостно. Власти предупредили о скорых осенних пробках в Москве. Количество автомобилей в столице ближе к сентябрю будет неуклонно расти. Люди будут возвращаться с дачи отпусков, школьники и студенты начнут учёбу. Стандартная картина в Москве, начиная от середины июля до последней недели августа, город великолепен. Пробок практически не существует, автомобили на дорогах становятся сильно меньше, людей в целом становятся сильно меньше, потому что все разъезжаются в отпуск, на дачи, траляля. Ничего нового москвичей в этом не удивить. Для меня лично нет состояния лучше, чем вот Москва от середины июля до конца августа. Потому что, ну, прям, ты всем чем угодно можешь пользоваться, спокойно на машине можешь доезжать куда угодно. Великолепно. И я, честно говоря, практически никогда из Москвы не уезжаю в этот период, потому что я в момент его наслаждаюсь Москвой, а как раз таки в сентябре, в октябре можно куда-нибудь на недельку, на парочку свалить. Когда как раз все обратно хлынут, начнутся снова пробки, вот эти все анальные страдания. И если вдруг у вас есть такая возможность, что вы можете отпуск брать, допустим, в сентябре, я вам категорически советую. Не берите его в августе, понаслаждайтесь свободной, чистой, клевой Москвой, а потом уже можно и снова в октябре уже возвращаться, когда тут 9 баллов по утрам и по вечерам, когда везде не пробиться. Любое мероприятие, куда бы ты хотел бы сходить, там тут же солд-аут. Вот, все такое. И в эту же новость сразу в июле вылетные трассы Москвы поехали на 14% быстрее, отчитался департамент транспорта Москвы. Ребята сказали, что сейчас в городе передвигается на 200 тысяч автомобилей меньше, и все основные стоячие магистрали сейчас едут нормально. Я, как человек, который живет на ебучем проспекте мира, могу подтвердить, что вот пробки, которые обычно от офиса до дома у меня занимают там 45-50 минут, сейчас доезжаешь за 15. И очень люблю и кайфую от этого времени в Москве, когда вот эти есть полтора месяца свободы, и ни на что их никогда не применяют. Новый кроссовер Chery для России разбили на краш-тесте. Видео. В ходе испытаний два премиальных кроссовера Chery Exit VX столкнулись друг с другом. Машины двигались навстречу друг с другом со скоростью в 64 км в час. Особо озабоченные люди китайскими автомобилями мне этот краш-тест уже накидали в личку, что вот, посмотри, пять звезд, ребята, просто бам-бам, лоб в лоб, все дела, все системы отработали нормально, манекен никуда не улетел, головой не ударился, остался на подушке, кайф. И при этом надо понимать, что когда сталкивают два автомобиля в краш-тесте, это всегда намного круче и уважаемее среди всех людей, кто занимается краш-тестами, нежели там, ну, удары в деформируемый блок или в стойку в какую-нибудь. Просто потому, что масса инерции движущихся друг на друга автомобилей очень высокая, и если автомобиль в такой ситуации показывает отличные показатели по нагрузкам на манекены, по деформациям, по прочему всему, то значит он точно безопасен. Кайф! Но! Китайцы немного схитрили, потому что они били автомобиль не лоб в лоб, хотя везде позиционируется, что лобовое столкновение! А они его били под углом. И фактически автомобиль, который ехал со стороны, попадает в тачку скользящим ударом. Не лонжерон в лонжерон, а скользит. Фактически первое касание корпуса автомобиля, который едет прямо, происходит в крыло. В переднее, левое. И да, это тоже довольно серьезный краш-тест. Вопросов нет. Но все-таки, если бы ребята сталкивали друг друга лоб в лоб, они бы получили бы совершенно другие показатели. Потому что скользящий удар и удар двумя деформируемыми элементами друг в друга, под просто лоб в лоб, это разные вещи абсолютно. Я думаю, объяснять это не нужно. Но отрицать тот факт, что автомобили довольно безопасные, бессмысленно. И все люди, кто китайцы такие, ну наконец-то, вот, все, самая же главная твоя претензия к китайцам, что они небезопасны, что они гоноксов, все, разрушено! Надо покупать! Только есть нюанс, что Cherry Exit, вот этот вот VX, будет стоить, как нормальный автомобиль, скриньте, потому что это, Exit, это типа премиальная линейка Cherry, и они будут стоить практически столько же, сколько корейцы в подобном исполнении. Которые давным-давно уже пятизвездочные. Да, конечно, там, ну так как это китайцы, он все равно будет там немножечко побольше, немножко пожирнее по опциям, тра-ля-ля, но какой-то дикой суперэкономии, которых вы ждете от китайцев, вы там не получите. А если еще взять и нормально посчитать амортизацию, которую получит этот автомобиль на вторичном рынке, мы снова с вами увидим нашу любимую стандартную картину. Что пока что нет ни одной большой причины покупать себе китайский автомобиль. Лет через семь посмотрим, пока нет никакого смысла. Новый Audi RS3 установил рекорд Нюрнбург-ринга среди компактных машин, что и следовало ожидать, потому что новый RS3 8Y великолепен, я не боюсь этого говорить, даже до того момента, пока я не посидел за рулем этой тачки. До этого рекордсмен северной петли Нюрнбург-ринга был Renault Megane RS Trophy R. Это прям заряженная такая версия на ковшах с дополнительной растворкой и все такое, но со стандартным мотором, в смысле, который там изначально был, его никак не дорабатывали для того, чтобы установить рекорд. И, строго говоря, RS3 не совсем стоковая, потому что все-таки в нее тоже были установлены ковши, потому что они легче и удобнее для пилота. И плюс еще был установлен дополнительный каркас жесткости. Но фактически, если не считать гоночных сидений, дополнительного усиления и полусликов, автомобиль во всем основном стандартный. Точно так же, как и Megane RS Trophy R. У него были точно такие же доработки в тот момент, когда он ставил рекорд. И RS3 улучшил рекорд на 4 секунды. И сейчас это официально самый быстрый, компактный автомобиль. Хэтчбэком его не назвать, потому что они ставили рекорд на седане. С чем я тепло и горячо, поздравляю, Audi. И еще раз в какой-то тысячный раз повторю мысль, что как же классно, что у настоящих фанатов все еще есть возможность купить себе вот что-то подобное, потому что лучше этого автомобиля очень вряд ли что-то будет в ближайшей перспективе. Через какой-то момент они все станут гибридными, электрическими, хуйпами какими. И если вы прям бензиновая голова, и при этом еще фанат Audi, то новый RS3 8Y это то, что вам срочно нужно предзаказывать. Стоить будет просто неправославно. Я прям вот... Мне почему-то кажется, что когда ее привезут, она будет стоить 7. Цены пока не объявлены, но что-то я думаю, что за семерочку RS3 вывалится без проблем. Американский стартап Rivian может начать выпуск электромобилей в Великобритании. Какое-то время назад мы с вами обсуждали, что ребята из Rivian привлекали очень много денег, и к ним были очень большие претензии у всех ведомств США, что они что-то тут какие-то махинации крутят, что-то где бабло, ребята? Вы нам обещали тачки еще в 18-м году, а сейчас 21-й, ни одного автомобиля все еще нет. Где бабло? Пацаны такие, бабла нет. Мы не знаем, нам еще бы немножечко подкинуть. Но все-таки вроде бы там как-то все утрясено, и в этом году вроде как пацаны из Rivian пообещали, что мамой клянусь точно что-нибудь поедет. 5-10 автомобилей мы вам выпустим, там может быть пару тысяч, ни о каком глобальном производстве речи не идет. И сейчас ребята очень активно проводят переговоры с Великобританией, с Германией, с Нидерландами, чтобы у них там поставить завод по производству. Но у Rivian же нет бабла. А так как зеленая тема, она очень праведная, богоугодная и прям святая, мне кажется, сейчас нет более легкого способа в мире выбивать себе бюджеты, выбивать себе финансирование и деньги, кроме как если ты весь такой зеленый активист. И вот ребята под этим соусом приходят в Великобританию, в Германию, в Нидерланды и такие, а вы не хотите ли за свой бабосик построить тут наш завод? Вы вложитесь, проинвестируйте, а мы производство вам тут наладим. Будут кроссоверы, внедорожники. Деньги есть? Дайте, пожалуйста. И в целом ситуация немного напоминает Теслу. Когда они только появлялись, у них тоже были большие финансовые проблемы, они тоже привлекали в себя много инвестиций и много денег, но Тесла хотя бы показывала автомобили. У них изначально сразу они были какие-то живые, и было хоть какое-то небольшое штучное производство. У Rivian же нет ни хера, у них есть только несколько образцов, которые там катаются по каким-то испытаниям, они снимают про них какие-то видосики и ходят с этим презентационным материалом, потому что вот, автомобиль, ёбнитесь, просто великолепный, просто все обкатано, все идеально. Вот, на трех машинах обкатали, значит и конвейерное производство в несколько десятков тысяч экземпляров, мы тоже потянем, верьте нам. Кассатам, если че. Вот и посмотрим, чем это дело все закончится. В первом полугодии средневзвешенная цена нового автомобиля выросла на 12,5%, рапортует Автостад. И если брать иномарки, то средневзвешенная цена в первом полугодии достигла 2,246,000 рублей, что значит, что она увеличилась на 14,4%, а отечественный автомобиль сейчас в среднем стоит 782,000 рублей, то есть увеличение произошло на 11,6%, и это речь про новые тачки. И в отражении этой статистики мы с вами видим то, о чем мы тут уже, собственно, и говорим полгода, что рынок меняется, рынок растет, плюс еще на это все накладываете постоянный дефицит и невозможность заказать автомобили. А я так понимаю, что в этой статистике учитываются тачки, которые, допустим, человек пришел, в феврале предзаказал, и, допустим, в июне только получил. Он же предзаказал-то в феврале, продажа фактическая произошла в феврале, поэтому это все дело считается. А сейчас, когда он получает автомобиль, он-то получает его по старой цене, а текущая цена новая. И, скорее всего, этот показатель на протяжении второго полугодия 2021 года увеличится еще больше. И по итогу мы с вами там под конец года получим, что автомобили новые выросли там на треть. Притом, это же средневзвешенная цена нового автомобиля, то есть это как бы цена автомобиля, который покупают. Несколько моделей в целом у нас стоят, и насколько они в целом подорожали, а картина того, какой средний автомобиль у нас в стране покупается. То есть, если какие-то модели подорожали, человек раньше мог бы себе позволить что-то больше класса, больше уровня и так далее, сейчас он идет и покупает машинку подешевле, потому что у него там денег-то не изменилось. И поэтому, опять же, будет очень интересно посмотреть движение сегментов в конце 2021 года. Но этим мы с вами займемся, собственно, в декабре. А пока что, ну, то, что рынок растет и цены увеличиваются, это факт, с которым придется жить еще какое-то время. И ничего дешеветь не будет. У меня очень много людей спрашивают, что, типа, а вот на вторичке вот стоит, вот сейчас же рынок ебнулся в конец. Ну, типа, стоит ли подождать октября? Там же все точно упадет. Вот нож сейчас сильно возросло, поэтому должен быть откат вниз, и должны ценники упасть, определенно точно. Но новые тоже сейчас должны какие-то скидки, акции подъехать. Может быть, мне подождать? Нет. Рынок будет расти и дальше. И начиная вот с коронавируса, с локдаунов и с прочего, была изначальная теория у всех, и у меня в том числе, что рынок будет вот так плавать, и что цены будут то повышаться, то откатываться, ну, при помощи, там, программ господдержки или каких-нибудь акций у дилеров или конкуренции и так далее. Но никто не мог предсказать при этом кризис полупроводников. И на текущий момент все, что происходило и с вторичкой, и с первичкой, начиная от локдауна, это автомобили только дорожали, дорожают и будут дорожать. Если вы хотите покупать автомобиль, где-то в бежать своей перспективе, бегите и покупайте сейчас, дальше будет дороже. Авитоавто. Эксперты назвали самые популярные премиум SUV на вторичном рынке. И в рамках исследования рассматривали премиальные бренды. Genesis, Infinity, Jaguar, Volvo, Porsche, Land Rover, Mercedes-Benz, Audi, BMW, Cadillac, Mini и Lexus. Картина неудивительная. На первом месте в нашей стране среди премиальных кроссоверов X5. При этом средняя цена автомобиля этой модели составляет 959 тысяч рублей, что говорит нам о том, что X5, бля, это E53 покупают в основном. На втором месте у нас RX, Lexus, со средней ценой в полтора миллиона рублей. На полмиллиона дороже, чем X5. На третьем, GLE, в среднем 780 тысяч рублей, что говорит о том, что ребята еще считают, да, и мыл, еще аж со 163-го кузова. Четвертое место X6 и на пятом месте X3. Три модели BMW и все за счет того, что очень долго производится у нас в стране, стоят довольно-давно на рынке. Одни из первых людей, кто ворвались в премиум сегмент с большими кроссоверами. И это как бы, ну, очевидно, понятно, ничего тут удивительного. Ну что, те три эколога, которые на меня подписаны и у которых только перестал дергаться глаз после просмотра документалки, посмотрите, как горит самая большая свалка автомобильных покрышек в мире. Пожар может нанести урон экологии. Для тех, кто в танке и не в курсе, особенно для тех, кто, блядь, евро-норма придумывает, у нас как бы принята такая вещь, что автомобиль самый главный враг экологии и самый-самый-самый-самый главный враг экологии это у нас ДВС, потому что он воздух выделяет СО2 и плюс еще твердые частицы там в случае с дизелем, с бензином их чуть поменьше, но так или иначе. При этом, то, что все автомобили ездят на покрышках, на тормозах, которые истираются, всем как бы абсолютно пофигу и никаким образом с точки зрения закона эти штуки не регламентируются. И я также об этом говорил в нашей документалке про нефть, что современный двигатель внутреннего сгорания на 100 км, на 1000 км пробега выкидывает уже меньше твердых частиц, чем истирающиеся покрышки и колодки у вас в автомобиле при этом значительно. Ну, то есть прям сильно больше в экологию срут покрышки и просто истирающиеся колодки. Но покрышка, как и аккумуляторная батарея, штука довольно стрёмная в том плане, что перерабатывать ее довольно сложно. Потому что взять и собрать херовую кучу покрышек и переплавить их в новые покрышки, ну, в смысле, в сырье для новых покрышек, точно такой же геморрой, как и с аккумуляторными батареями. Сырье будет дороже, оно будет хуже качеством, и всем производителям проще покупать нормальное сырье, которое остается от нефтяной промышленности, чтобы спокойно продолжать делать новые покрышки. И так как нет нормального процесса утилизации покрышек, их что делают? Сваливают просто на землю. И таких кладбищ автомобильных покрышек в мире дохуя и больше. На самом деле. Каждый двор хрущевки немножко является кладбищем покрышек, потому что все же видели эту, блядь, резиновую покрышку, которая закопана в землю, покрашена сверху белой краской, пусть дети развлекаются, блядь, в куске мусора. Или лебедь, да, там типа из покрышки вот это. Вот, да-да-да. А когда вы что-то сваливаете в большом количестве, куда-то, и это что-то может потенциально гореть, оно что сделает? Загорится. В какой-то момент. Определенно точно. Точно так же, как и сваливают аккумуляторы, типа в очень большие свалки и в очень большие кучи. И тоже сейчас очень много экологов и людей, кто там, ну, кто реально понимает, в чем проблема и в чем угроза, говорят о том, что типа, блядь, аккумуляторы, если будете сваливать в землю в большом количестве, они ж мало того, что сами по себе могут загореться, они взрывоопасны и плюс супер ебать нахуй токсичны. И если будет гореть вот какая-нибудь подобная херня, только не покрышек, а аккумуляторов, будет вообще пиздарики. Если посмотреть видос, то можно подумать, что это прям, ну, очень, очень плохо, очень ужасно. И сейчас вот это вот все сгорит и будет просто экологическая катастрофа невообразимого масштаба и так далее. Но даже свалки организуются обычно довольно правильным образом. Если посмотреть на вот это кладбище покрышек со спутником, то можно заметить, что оно намного больше, чем выглядит на видео. И мы можем заметить, что горит всего лишь один сегмент этого кладбища. Но сопоставляя видео и вот этот вот один сегмент, можно понять, насколько оно ебать огромное и какое большое количество покрышек там просто валяется на земле. А оно именно так и выглядит. Оно, ну, просто вот покрышки лежат на земле, все, и с ними никто ничего не делает. Просто привозят новую, то закидывают и все. И я очень надеюсь, что когда-нибудь здравый смысл победит. И все-таки люди, кто занимается ограничением автомобильной промышленности с точки зрения экологических норм и экологических всяких штук, поймут, что не только в ДВСе проблема. И что ДВС уже намного более экологичная штука в автомобиле, чем все там нахуй остальное. Чем все, что там есть, ну, в принципе, в автомобиле. И в том числе в электрическом автомобиле. И очень, я надеюсь, что вот в последней итерации, там типа Евро 6D, либо Евро 7, у нас ДВС все-таки останется, потому что на самом деле он эффективен и экологичен в данных и конкретных итерациях, которые вот сейчас выпускаются автопроизводителями. И экологи пойдут доебываться до всего остального и разбирать абсолютно все остальные завалы и остальные проблемы, которые тоже есть в автомобильной промышленности, и которые с внедрением электрических автомобилей, водородных автомобилей, как минимум, никто разрабатывать не собирался. А каким образом потушить такое огромное количество покрышек, не совсем понятно. Потому что в мире так происходит, что периодически горят свалки, и просто об этом не сильно как-то принято рассказывать и говорить. И как правило, огромную кучу мусора, который состоит с плоши горючего материала, потушить просто невозможно. Он внутри все равно будет тлеть, он все равно будет гореть, все равно будет выделять выбросы в атмосферу и так далее. Скорее всего, вот этот весь сегмент сгорит нахуй полностью, и все, что потом сделают, это немножечко почистят пространство и пойдут дальше сгружать туда покрышки. Очередной владелец нового Форд Бронко пожаловался на проблемы всего через месяц после покупки. Так как Форд Бронко довольно хайповая тема, но не у нас в стране, у нас в стране не сильно все в курсе, а в Штатах все с ума сходят по новому Форду Бронко. И там очередь стоит на полтора года, он начал уже приезжать к пользователям, и все постоянно ругаются, что тут у кого-то что-то отвалилось, здесь у кого-то что-то произошло и так далее. И это совершенно нормальная история с любой новой моделью. Как я всегда говорил, уже 7 лет на этом канале говорю, что когда выходит новая модель, особенно когда она полностью новая, типа это не какая-нибудь там рестайлинг или там итерация предыдущих поколений, а прям полностью с нуля созданный автомобиль, даже с учетом того, что Форд большая компания, у них куча конвейеров, они умеют делать автомобили и так далее по списку, все равно будет очень много косяков. Потому что собрать автомобиль это целая тонна тех процессов, производственных вещей и всего предусмотреть просто невозможно в ходе тестовых испытаний, которые проходят перед тем, как поставить автомобиль собственно на конвейер. И когда люди начинают очень сильно бомбить по поводу того, что о, моя новая, 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 суперновая модель что-то как-то разваливается, иногда меня очень сильно забавляет. Приедут к дилеру, дилер там все поменяет, починит, потом в рестайлинге переделывают механизм крыши и ничего там протираться не будет. Мантуров назвал срок выпуска отечественного электромобиля Zetta. Они достали это из кладбища. Для контекста, кто не в курсе, поясню. Существует такое чудо, которое называется Zetta. Это электромобиль нашего отечественного производства, собранный ровно в одном экземпляре, который придет к нам на рынок и его захватит. Потому что эта букашка будет стоить типа 700 тысяч рублей, хотя изначально хотели, чтобы она стоила 500 тысяч рублей или даже 450 тысяч рублей типа по цене Лады Гранты, короче. Но что-то как-то не фартануло, не получилось и так далее и уже вроде бы как речь идет о том, что она будет стоить 700 тысяч рублей. Но помимо того, что цена у меня на автомобиле увеличилась, это хер бы с ним. И хер бы с ним, насколько ужасно оно сделано. Мне достаточно только одного переключателя скорости, ну не скорости, в смысле там режима движения вперед-назад нейтраль, который взят с маленькой электрической машинки, которая катается по торговому центру. Не шучу, она реально там точно такая же, она прямо оттуда свинчена и там поставлена. Ну ладно. В какой-то момент у проекта кончились деньги и для того, чтобы запустить автомобили в производство, ребята сказали, что нам надо еще 100 миллионов рублей, хотя 100 миллионов рублей в разрезе производства автомобилей это вообще там типа капля в море, но никто 100 миллионов рублей за эти давать не хотел, потому что людей, которые верят в чудеса, у нас в стране не очень много. Потом в какой-то момент Денис Монтуров, это наш российский министр промышленности и торговли, приехал на какое-то мероприятие, где ему показали Зетту, он проехал 2 метра по парковке, туда-обратно сказал, что автомобиль великолепен и определенно точно оно стоит того, чтобы появиться на дорогах общего пользования. И вот сейчас этот же Денис Монтуров в интервью РБК заявил, что да, Зетте быть. И производство мы запустим до конца нынешнего года. Очень сильно хочу себе Зетту на тест-драйв. Я хочу орать, как вепр, 24 минуты на видео. Второй повод для праздника за сегодняшний день. Реально можно открывать шампанское, мне кажется. Мало того, что Яндекс Авто появился в Карплее, так еще и российские автошколы будут учить вождению по новой методике. Минпросвещение решило заняться качеством обучения водителей. Молитвы наши были услышаны. Минпросвещение РФ заказала разработку новых программ обучения в автошколах. Действующие программы устарели, нуждаются в корректировке из-за многочисленных изменений ПДД и ухудшения качества подготовки водителей считают в ведомстве. Минпросвещение спасибо вам большое. Вы еще нихуя не сделали. Еще новой программы нет, но чисто за то, что вы озаботились вопросом. Блять, спасибо. В Минпросвещение считают, что профессиональная подготовка водителей находится на низком уровне, поскольку с первого раза успешно задает экзамен всего 28-40% кандидатов. И над документом будет работать группа экспертов, в том числе и из ГИБДД. Новая методика обучения должна содержать больше здравого смысла, легко восприниматься и быть понятны, чтобы будущие водители не изубрили правила, а понимали логику принятия решений и получали больше практических знаний, отметили в Институте изучения детства семью специальностей Академия образования. Трайля. Кто-то важным ребятам показал статистику, что более 30% ДТП у нас в стране происходит из-за того, что водители принимают неправильные решения в решающий момент. Я не знаю, каким образом эта статистика собрана, но тем не менее. То, что у нас водителей учат просто отвратительно, не то, чтобы она там слабая или неэффективная, это просто ужас нахуй. Это факт. Я очень сильно надеюсь и буду молиться всем богам, каждое утро буду ставить свечку. За Минпросвещение. Чтобы они по итогу сделали нормальную обучающую программу и стандарты для водителей, чтобы водителей учили не объезжать конусики и ехать очень медленно с выпученными глазами по правому ряду, пропуская бабушек, а чтобы люди понимали логику поведения автомобиля, чтобы они понимали, как оно вообще работает, почему созданы правила ПДД, почему они именно такие, какие они есть, и каким конкретно образом нужно передвигаться в реальном городе. Все же слышали эту хуйню в школе, что типа вот это для экзамена, вот это надо подучить, вот это вот, ты сначала научись вот как тут, а в жизни потом научишься ездить по-нормальному. Блять, все же эту хуйню в автошколе проходили. Понятно, что быстрые изменения не произойдут, и даже если через несколько лет родят какую-то новую программу, то для того, чтобы ее уже внедрили, чтобы ее обкатали, чтобы ее там доработали, ну типа потребуется время, но я очень буду надеяться, что с внедрением новой программы обучения качество и уровень водителя у нас в стране повысится. Очень надеюсь. На платных трассах отменили скидки по транспондерам. Госкомпания Автодор в минувшие выходные переписала тарифы на своих платных дорогах, и автомобилисты лишились главной привилегии. Скидки по транспондерам для транспортных средств первой и второй категории. Ну это типа там мотоциклы, легковые автомобили, вот эти все, на чем люди ездят. И все такие, эээ, в смысле? У меня же транспондер, вы же скидос обещали. Оно ж дешевле. Че за наебалово? Капиталисты бляцкие. Объясняю вам механику. Абсолютно всегда, когда речь идет о больших системах, о большом потоке людей и о больших каких-то штуках, для того, чтобы нормально управлять большой системой, нужно людей заставить действовать определенным образом. Почему-то для Автодора было важно, чтобы в каждой машине был транспондер. И для того, чтобы стимулировать людей совершать правильные действия с точки зрения Автодора, и была сделана скидка по транспондеру. Видимо, сейчас общее количество людей, кто пользуется транспондером, перешло какой-то рубеж критической массы, что их подавляющее большинство, и скидки, естественно, отменили. Все. Все логично. Но я тут с другой стороны. Я вообще не понимаю, нахуя, а главное, зачем на платной дороге существует транспондер как явление. И зачем там вообще существует пункт оплаты? Первое. Почему нет нормального, вменяемого личного кабинета? Во-первых. Во-вторых, почему мне не списывают оплату по номеру автомобиля? У меня есть транспондер. Даже три. Несмотря на то, что нельзя купить на один и тот же паспорт более одного транспондера. Прикиньте. Ну, типа, я вот офигел с того, что я как человек, который прихожу. Допустим, у меня есть несколько автомобилей, и я хочу купить три транспондера, мне нельзя. Можно купить только один. Потому что по паспорту выписывается только один, блядь, транспондер. Это вот как вообще, нахуй, так, блядь. Во-вторых, я до сих пор не могу понять нормальную механику его пополнения. Потому что всегда, когда у меня... Я всегда на транспондер закидываю там сразу, там, 10, 15, 20 тысяч рублей, просто чтобы не делать эти действия. Я помню, что в какой-то момент, когда ты кладешь деньги на счет автодора, это вызывает какие-то жуткие анальные страдания. Я прям трачу время, очень сильно горю, больно. И именно для того, чтобы как можно реже это делать, я, типа, закидываю сразу больше денег и не парюсь. Но почему же так все через жопу? Грубо говоря, у нас в Москве, вот, в центре, есть парковки, куда ты заезжаешь, подъезжаешь к шлагбауму, он считывает твой номер, поднимается шлагбаум. Тебе не выдается никакого талона, никакого вот этого блядского билета. Ничего не происходит. Ты потом подъезжаешь к выезду, тут же пикаешь Apple Paym прям в терминал, и он тебя сразу пропускает. Потому что он считывает твой номер. Либо ты можешь все-таки потом дойти до паркомата, там оплатить, и если ты оплатил уже в паркомате, тебя точно так же без какой-то бумажки, без какой-то хуйни в парковку, тебя точно так же по камере пропустят. И в мире уже херва гора технологий, когда тебе прям вот четко, блин, по номеру автомобиля могут провести любую транзакцию, если ты заехал на какой-то платный участок, все. Ты едешь, у тебя списываются деньги, у тебя где-то там заведет личный счет, и оно все в понятном режиме оплачивается. Только пополняй счет и все, и катайся. И нафига нужны в принципе вот эти кристалли с транспондером? Я не понимаю. Особенно с счетом того, что, блядь, в моей машине транспондер не работает. У меня стоят термальные стекла, а через термальные стекла сигнал транспондера не проходит. И я должен ехать с транспондером вот так вот из окна каждый раз на посту. При этом у меня, ну типа, вот грубо говоря, на прадике стекла старые. Я когда на прадике, ну типа, транспондер он висит, все, проезжает, все нормально. Я первый раз приезжаю на Каймане, утыкаюсь в пункт оплаты. Перед этим я прошел просто анальный путь с тем, чтобы купить транспондер и положить на него деньги. Просто это, блядь, отдельный пиздец. И я подъезжаю к пункту, он не открывается. Я такой, да ёб твою нахуй, блядь. Я прям, я думал, что я там буду просто типа ходить и убивать. И потом в какой-то момент я вышел именно с транспондером из машины. Просто потому что он у меня был в руках, я его разбить хотел. А оно только открылось, и я вспомнил, что, блядь, точно, он же через термальные стекла не работает. Надеюсь, мы когда-нибудь доживем до светлого будущего, когда у нас просто по номеру автомобиля будут брать плату на всех платных дорогах. Потому что платные дороги базово, это правильно, это великолепно, это замечательно. Чем их будет больше, тем будет лучше. Ох, сейчас сколько я всего интересного в комментариях после этой фразы получу. Перед тем, как идти и писать что-то про платные дороги, почитайте, пожалуйста, логику и обоснование, зачем они вообще нужны. И почему они платные. А потом уже пишите у себя длинный, развернутый коммент. И если вы почитаете смысл и логику, вам станет понятно, зачем они нужны и почему платные дороги это хорошо. Но очень прошу, Автодор, сделайте, пожалуйста, человечный сервис. Умоляю вас. Кто-нибудь из руководства, покатайтесь по своим дорогам. Вот пойдите, выкиньте нахуй транспондер, удалите его куда-нибудь. И попробуйте сами пройти путь клиента. От и до, вы охуеете с того, насколько это больно, сложно и очень стрессово. И какое количество людей страдает каждый день с ебучим транспондером. Надеюсь, меня услышат. А на этом, в этом выпуске у меня все. Что бы вам такого в конце накинуть? Книжки пока читаю, пока в процессе, потому что книжки сложно вместе со сценариями соблюдать. Хотя я сейчас что-нибудь посмотрю, может что-нибудь посоветую. Можно сказать, что рекомендация в том числе и от Жени Вакцентра. Тарасов. Технология жизни. Книга для героев. Это мне подарил Женя Вакцентр. Я ее читал еще до того, как он мне, собственно, подарил. Но это идеальная туалетная книга. Она довольно замороченная, довольно умная. Ну, типа тут иногда нужно думать, прям сидеть. Но, по сути, это такой сборник очень коротеньких рассказов, которые тебя заставляют задуматься. Это идеально вот в толчке положить. Если вы можете читать на толчке, я не могу, например. Я вот прям не тот человек, у меня не получается читать в толчке никоим образом. Но если вдруг у вас есть такой формат, то почитайте. И также без толчка тоже можно читать. В комплекте не идет. А на этом у меня уже точно все. Спасибо, что досмотрели до этого момента. И до следующего нового выпуска. Продолжение следует...